Приветствую вас, Еленя. Почему-то есть у меня такое ощущение, что общались мы с вами, вот, хотя я могу ошибаться, конечно, вот, но есть у меня такое ощущение, что мы с вами общались. Я не буду читать все страницы, все четыре страницы вашего текста, вот, я просто проанализирую то, что вы написали в своем первом сообщении, в старт-посте, так сказать, вот, и попробую дать вам некоторые рекомендации. Во-первых, то, что я увидел на скидку, исходя из вашего текста, это то, что, вот, есть такое ощущение у меня, что вы живете какой-то, вот, знаете, не своей жизнью. То есть, есть такое ощущение, что вы живете вообще, вот, не тем, что вам нравится, не тем, что вам интересно. Есть ощущение, что вы живете всю жизнь живете, как-то вот против своей воли, всю жизнь вы против своих желаний двигались и двигаетесь до сих пор. Вот такое у меня возникло ощущение, когда я читал ваш текст. Вот, потому что дети вам не в радость, как бы, и, в общем-то, хозяйственные дела вам не в радость, в общем-то, и, в общем-то, все вам не в радость, все вам не в радость. И это так бывает, так бывает, когда человек живет в отрыве от своих желаний, в отрыве от своих потребностей. Вот, то есть, вы игнорируете какие-то вещи, связанные с вашей эмоциональной сферой, вы игнорируете какие-то вещи, которые являются для вас важными, вы игнорируете какие-то моменты, которые связаны с вашими ценностями и чувствами, и вместо этого вы идете по пути, которые вы считаете правильным. Но в итоге ничего не получается, в итоге ничего не выходит. Итак, в 37 лет у меня отсутствует понимание, как заработать. Сидя в декрете, не имею ни единого человека, кто подстрахует детьми. У меня нет образования, я не могу контейнировать навыки. Но здесь хочется спросить у вас сразу, почему у вас нет образования? То есть, вам ничего не было интересно? Вам ничего не нравилось? Вас ничего не интересовало? Или вы как-то вселенаправленно решили не получать образование? То есть, есть некая субъективная сторона того, что у вас нет образования, ибо это следствие вашего выбора. То есть, например, если вы рассматривали возможность не зарабатывать, а быть за мужчиной, к примеру, то в таком случае вам желательно бы выстраивать соответствующие отношения с мужчиной. То есть, если вы выстраиваете такие вот зависимые отношения, неравноправные отношения, то вам необходимо их обеспечить. И обеспечивается это за счет поведения, за счет отношений, за счет определенной гендерной и социальной позиции по отношению к мужчине. То есть, тут вот не очень понятно. Дальше, значит, отсутствует понимание, как заработать, сидя в декрете, не имея ни единого человека, кто подстраховывает детьми. Интересный вопрос. То есть, как бы, если вы сами с детьми не справляетесь, то непонятно, в таком случае, зачем вы их заводили? Если вы сами с детьми не справляетесь, как вы решаете эту проблему с мужем своим. Дальше, я хочу выбить из мужа денег или активировать карту сынков под бешеные проценты, чтобы вложить в психолога, который научит меня соображать, как заработать в декрете, не имея навыков, специальности образования, садик родственников. Осторожно, что выбить из мужа денег? Это что, денежный мешок, ваш муж? То есть, как бы, странная некая позиция. Вот. Какие у вас отношения с мужем? Может быть, не стоит из мужа деньги-то выбивать, а может быть, стоит посмотреть, как он вам поможет, муж, я имею в виду. Может быть, с ним как-то отношения наладить, чтобы у вас все было более-менее хорошо. Вот. Дальше, я не думаю, что это хорошая идея, вкладывать, брать кредит на психолога. Я не думаю. Потому что психолог, как и телефон, да, это не такая история, которая, возможно, под кредит. Потому что очень многое зависит от вас в работе с психологом. То есть, психолог не научит вас соображать, как заработать. Психологи не учат зарабатывать, психологи учат раздраться в себе. Учат зарабатывать коуч, вам нужен коуч, не психолог. Вот. То есть, именно человек, который занимается тем, что доводит другого до результата. Вот. Другое дело, что коучи, на мой взгляд, гораздо дороже, чем психологи. Вот. Дальше. Знаете, какая штука? Елена. Если вы хотите заработать, то есть, если вас, грубо говоря, интересуют только деньги и все, то в таком случае, если вас интересуют только деньги. Ну, и понимать, что делать придется, в общем-то, много такого, что вам, ну, к примеру, будет как-то неприятно, что вам, к примеру, будет как-то не нравится, что вам, к примеру, не будет это давать какой-то отклик эмоциональный. И прочее, 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 прочее. Понимаете? То есть, здесь вот такой момент. И как у вас вот обстоят дела с чувствованием важности? Потому что, если важность вы не ощущаете, если вы не ощущаете на самом деле важность зарабатывания денег, то я боюсь, что ничего не получится. У вас не получится заработать, а для обработки нужна мотивация. Ну, но девочка понимает, на что вы потратите деньги, и вот то, на что вы будете тратить деньги, это должно быть для вас важным. Это должно эмоционально вам откликаться. Вот. Дальше. Вы пишите, я не имею навыков специальности образования садика и родственников. А как так вышло, что вы не имеете навыков образования специальности садика? Как так вышло? Ну, вы же как-то к этому, Елена, пришли. Вы же как-то оказались в этой ситуации, что без навыков специальности и образования. Значит, вам это было не надо. Но если вам это было не надо, значит, надо было что-то другое. Значит, нужно было что-то другое. Что? Или, если это запрос нереальный, мне смириться. Нет, запрос вполне реальный. Вопрос заключается в том, к чему вы отдаете приоритет. Я это сделал и сказал. Вы можете найти что-то, что вам интересно и что-то, к чему у вас есть способности. Вот. И этим заниматься. Либо вы можете просто зарабатывать. Но в таком случае необходимо постоянно будет напрягать волю. Либо руководствоваться тем, на что вы будете тратить деньги. То есть, вы не сможете заработать, если у вас нет ощущения, что вот то, на что вы добрать эти деньги, это действительно важно. А дальше. Все это связано с интернетом. Я искренне не нагоняю. Мне надо этому обучать лично. Если блоги не то, что не мое, для меня за грани фантастики, то на них можно заработать. Я не верю. Тут дело не в мире. Тут дело в примерах. Тут дело в статистике. Люди, которые ведут блоги, зарабатывают. Не все, конечно, но зарабатывают. Что касается ведения блога, то это просто вот то, что вам есть сказать. Вот если вам есть, что сказать другим людям. Что сказать, что показать. Вы это делаете. Вот и все. Я такого не смотрю. Почему интересно. Я далека от этого. Так же, как от интернет-магазинов, как от Луны. Я не догоняю. Зачем они? Ты не можешь померить и вернуть вещи. Вещи вернуть можно. Что касается примерки, то вы говорите про интернет-магазин одежды. Интернет-магазин одежды позволяет вещи вернуть. Кстати говоря. А что касается других интернет-магазинов, там, в принципе, мерить или не мерить, ничего особо не надо. Например, техника. Техника. Книги. Какой-то контент. К тому же, я не владею компетенцией, которой можно с кем-кем-кем-кем-то поделиться. Да, но у вас есть опыт. У вас есть жизненный опыт. И этим опытом вы можете поделиться. Вкладывать в дело мне нечего. Ну, опять же, вы как-то к этому пришли. Информацию я усваиваю очень плохо, не запоминаю. Я сам израчно не могу сообразить, как применить в любой сфере по жизни. А какое у вас отношение к информации, которую вы получаете? Все пособия я буду отдавать мужу за его кредиты, потому что он вложил большую сумму в расширение моей квартиры. А я набрала на своё имя рассрочек на б-технику, как мне их дали, непонятно. Но то не суть, суть, что у меня нет выбора. Это позиция жертвы. Объективно вы можете почитать про треугольник Карпмана, например, тот же, где вы увидите, что это позиция жертвы, когда человек всегда говорит, что у него нет выбора. Во-первых, я не очень понимаю, какие у вас отношения с мужем. Что вы ему будете отдавать кредиты, вы ему будете пособие отдавать кредиты. Он вложил в расширение вашей квартиры. То есть, как-то вот странное отношение для мужа и жены. А мне важно быстро похудеть после рождения ребёнка. Зачем? Быстрее перейти на сны, чтобы сделать губы, брови, повторную рено и копить на подтяжку груди или посадить. А зачем вам это всё? Зачем? Вы не принимаете себя, вы не принимаете своё тело, вы болезненно реагируете на то, когда меняется ваш внешний вид. Даже её плевать, если это естественно. Если так, то нужно работать с принятием себя. Если так, то нужно работать с обретением внутренней гармонии. Я бы хотел где-то мучить месяц около 30 тысяч хотя бы, чтобы из них 15-20 вкладывать на свои цели и ценности. А какие у вас цели и ценности? Какие? Опять же, мучить 30 тысяч, ну это чисто расчёт. Это чисто расчёт. То есть, как бы, когда цель – деньги, средства хороши любые. Вот. Если дала цель – деньги. Что мне нужно понимать о себе и своих способностях, чтобы самой себе при помощи специалистов вывести понимание, как это сделать? Обрести вам необходимые средства для того, чтобы вы что-то делали. Сейчас у вас средств нет, потому что вы всю энергию тратите на борьбу с собой, на тот же внешний вид, например. Что я потяну с учётом всех моих особенностей? Да что угодно. Вы здоровая молодая женщина, что угодно вы потянете. Я ещё раз говорю, у вас нет средств чем-то заниматься. Психологических, эмоциональных средств. Либо же отознать, что это невозможно напрочь, пока все дети не пойдут в муниципальный сад. Минимум через три года. Интересно, что вы сказали муниципальный. Я не думаю, что это случайно, если честно. Но, понимаете, для меня отравить в сад ребёнка значит просто продемонстрировать ему, что он не нужен. Вы хотите этого для своих детей? Хотите для своих детей того, чтобы они чувствовали себя ненужными вам? Опять же, направление в сад зависит от того, какими вы хотите видеть своих детей. Больше социальными индивидами или личностями. Лучше оставить их рядом с собой. Также у меня есть такие качества, как несобранность, невнимание, неорганизованность. Ну, это вас просто очень много вещей отвлекает. Отвлекает, как правило, те вещи, которые не завершены. То есть, вы очень поверхностно, вероятно, смотрите на себя и окружающих. Вот тут нужно работать над тем, чтобы завершать те эмоциональные переживания, которые вы ощущаете. Я создаю дома дикий хаос, сутками его разбираю. Ну, это похоже на сценарное поведение, когда вы росли, например, в строгости. Бывает так, когда вы росли в строгости, человек после этого начинает строить дикий хаос. Вот, либо вы просто повторяете за своими родителями их поведение. Ну, то есть, тут похоже на сценарное поведение. С возрастом это усиливается, у меня как будто что-то в мозгу расплывается, отвечающий за последовательность, средоточенность и многозадачность. Ну, с точки зрения психологии, это одни эмоциональные переживания, незавершенные, накладываются на другие, и в итоге вы просто все больше и больше теряете. Например, у меня есть ощущение, что вы все делаете в спешке, у меня есть ощущение, что вы торопитесь, пытаясь постоянно. А, например, я не могу говорить с кем-то по телефону, если рядом дети, они меня отвлекают, я на них ароматом, совершенно не узнаю, что говорят на этом конце, а почему вы говорите на них матом, чем они вас отвлекают, как они вас отвлекают. Я полагаю, что речь идет о том, что они вас раздражают, они отвлекают, это все-таки немножко разные вещи. Если я при этом не все что-то делаю, то это вообще стресс, посуду я мою урывками, все роняю и обливаю, по 50 раз следу в холодильник, по одной ложке нашел их место хранения и все в таком духе по быту. Ну, то есть, есть ощущение, что вы не заканчиваете одно, а начинаете в другом. То есть, вам нужно, наверное, вот, именно следовать по своим чувствам и завершать какие-то переживания. У вас тотальная незавершенность вообще всего. Детьми я объективно не занимаюсь уроками, не делаю книг, не читаю, не говоря же о каких-то спецзанятиях. Интересно, что вы говорите про уроки и про книги, а вы должны это делать? То есть, почему вы считаете, что детьми нужно заниматься вот так? Это не занятие детьми, Елена. Это даже не воспитание. Это, по сути, просто обучение. Это обучение. А заниматься детьми, это значит проводить время общаться, играть. Вот это, это заниматься детьми. Эм, так, я считаю, что мне это не дано, я не могу дать то, чего вам нет. Это надо специалистам, платя ему денег. А что именно, что именно не дано? О каких спецзанятиях вы говорите? Я не очень понимаю. Вы не можете книги, книгу почитать для детей. Я понимаю, что вы не можете себе делать урок, а вы чего-то не знаете, это окей. Но почитать книгу. То есть, с учетом всего этого, у меня нет бытового порядка, последовательности в этом я неуправляем. Но опять же, опять же, как я и сказал, здесь проблема вот незавершенности и, собственно, а зачем? То есть, вас отсутствует мотивация. Зачем? Что для вас? Что можно сделать с учетом написанного? Я полагаю, что с учетом написанного имеет смысл признать то, что вы хотите. У меня есть ощущение, что вы не созданы для смены жизни. У меня есть ощущение, что вы не созданы для родителей. У меня есть ощущение, что вы не готовы, как бы, отдавать людям что-то. Понимаете? Вот. И если вы не готовы, значит, если вы не готовы, ну, быть для других, да, если вы, значит, не готовы жить для других, вот. То, да, вам очень тяжело, тяжело будет, вот. Значит, смотрите, смотрите, что я хочу сказать. Вот тут вы сказали немножко про принятие себя. Да, принятие себя даст вам тот факт, что на вас будут обращать внимание. Но прикол в том, что принятие себя вместе с тем сделает для вас совершенно ненужным, совершенно ненужной историю, чтобы за вами бегали. Принятие себя сделает совершенно ненужной историю, как вы говорите, быть классной тёлкой. Вот это всё вам будет ненужной. Потому что это называется личностный рост. То есть вы переориентируетесь на другое нечто. В этом смысле вы мыслите, как подросток, желая быть классной тёлкой, желая, чтобы вас хотели многие и прочее, прочее, прочее. И вместе с тем вы же себя обесцениваете, предполагая, что кроме внешности у вас больше нет ничего. А это не так. И вот формирование внутреннего духовного ресурса является тем, в чём может вам помочь психолог. И кто знает, как изменится тогда ваша жизнь. И для этого необходимо признать, что всё, чем вы жили до сих пор, или большая часть того, на что вы ориентировались в своей жизни, являлась сложным, поверхностным, приходящим и детским. Если этого понимания не будет, то психолог вам помочь не сможет. То есть если вы не готовы перестроиться на более конструктивный, на более адаптивный, на более жизнеспособный ориентир. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Музыка Музыка Продолжение следует...